Кэрол Теврис, Эллиот Аронсон. Ошибки, которые были допущены, но не мной. Озвучено каналом Financial God Ошибки совершают все, но только единицы готовы это признать, и далеко не сразу. Чем дальше человек забирается в дебри своих ошибочных решений, тем больше оправданий этому он находит. Даже самые рациональные люди, по мнению авторов, не могут избежать соблазна самооправданий, что мы видим на примере политиков. Юристов, врачей, военных, супругов, несчастных в браке, детей, недовольных родителями. Список можно продолжать еще долго. Авторы приводят множество примеров, подтверждающих всю силу и токсичность самообмана. Казалось бы, что такого вредного в иллюзиях. Нравится человеку считать, что он непогрешим или умен, или создал гениальную теорию, ну и пусть себе есть куда более опасные заблуждения. Это не так. Нет ничего опаснее самообмана, все виды и формы которого описывают Теврис и Аронсон. Чем он опасен и почему? Идея номер один. Самообман хуже заведомой лжи. Иногда человек врет из страха, боясь ответственности, стыдясь общественного мнения или просто потому, что он мошенник. Он отдает себе отчет в том, что говорит неправду. Врать другим плохо, но гораздо хуже врать себе. В последнем случае человек не ощущает никакой вины. Он все сделал правильно и разубедить его практически невозможно. В личных отношениях люди с заниженной самооценкой разрушают и себя, и других, искажая слова события побуждения. Политики, по мнению авторов книги, дают самые яркие примеры самообмана. Так, Буш-младший был уверен, что у Ирака есть ядерное оружие, что башни-близнецы были взорваны по приказу Хусейна, что население Ирака будет радостно приветствовать вторжение в свою страну. До сих пор он уверен в своей полной правоте, несмотря на прямые доказательства обратного. Ошибкой было начинать войну, которая обошлась в тысячи человеческих жизней. Но такую огромную ошибку было признать тем трудней, чем дольше продолжалась война. Во всех интервью, данных им уже после ухода с президентского поста, он утверждает, что до сих пор не сомневается в своей правоте и оправдываться ему ни в чем. И как можно повлиять на человека, заведомо уверенного в своей правоте? Он теряет то, что Аронсон называет этическим компасом, без которого невозможно понять разницу между добром и злом. Самообман может быть разным. Кто-то начинает считать себя великим и непогрешимым, кто-то, наоборот, слабым, жалким и ничтожным, даже если это совсем не так. Идея номер два. Самообман приводит к искажению воспоминаний. Сила самообмана такова, что он способен корректировать воспоминания. Авторы упоминают, что в человеческом мозге существует так называемая сумеречная зона. С помощью самообмана она редактирует и изменяет воспоминания в нужную сторону. Из-за сумеречной зоны восприятие прошлых событий кажется размытым и неотчетливым, так что в нем уже не просматривается ни вины, ни ответственности за совершенные поступки. Память всегда преображает прошлое надлежащим образом, в соответствии с убеждениями человека. В качестве примера авторы приводят рассказ своего коллеги Ральфа Хьюбера, в юности поступившего в аспирантуру Стэнфордского университета, несмотря на то, что его мать настаивала на том, чтобы он учился поближе к дому. Ральфу же хотелось поскорее стать независимым. И только спустя много лет, на 80-м дне рождения матери, он получил коробку с письмами, которыми они обменивались за все время его учебы. И оказалось, что все наоборот, именно мать настаивала на его отъезде из дома. Просто ему хотелось видеть себя в юности, стремящемся к самостоятельности. Уж если психологи не могут избежать самообмана, то что уж говорить о прочих людях. Есть и более яркие примеры, когда человек сам создает воспоминания того, чего никогда не было. Так случилось с неким Беньямином Велкомирски, который написал книгу воспоминаний о своем страшном детстве в немецком концлагере. Книгу напечатали, автору сочувствовали, но вскоре выяснилось, что все эти воспоминания выдуманы от начала до конца. Причем вовсе не с целью прославиться или обогатиться. Автор лжемемуаров был сиротой, отданным в приют, его мучили ночные кошмары, на голове была странная шишка, и он испытывал постоянную тревогу. Врач посоветовал ему записывать все воспоминания детства, которые, по его мнению, связаны с его состоянием. Постепенно воспоминания становились все более яркими и все менее правдоподобными. Автору просто не нравилось быть собой, и он выдумал другого себя, и был до конца жизни убежден, что помнит правду. Идея номер три. В основе самообмана лежит когнитивный диссонанс. Эллиот Ронсон много времени посвятил исследованию когнитивного диссонанса, теории, которую создал его коллега Леон Фестингер. При когнитивном диссонансе человек испытывает психический дискомфорт, столкнувшись с двумя противоречащими друг другу идеями или представлениями. Инстинктивно он стремится выйти из этого состояния, часто находя прибежище в спасительном самообмане. А Ронсон утверждает, что люди всегда будут отстаивать и ценить то, за что заплатили высокую цену, испытали боль, понесли убытки, преодолели какие-то трудности. Причем независимо от того, был ли их выбор правильным. В чем когнитивный диссонанс? С одной стороны, каждый воспринимает себя как человека разумного. С другой стороны, он из-за каких-то поступков или решений испытывает неприятные ощущения. Не может ведь разумный человек испытывать их просто по глупости и недомыслию, значит, все это должно иметь смысл. В качестве примера Аронсон приводит одну из многочисленных сект, верящих в конец света. Во главе ее стояла некая миссис Китч. Она убедила своих сторонников, что конец света наступит ночью 21 декабря, когда за праведниками прилетит космический корабль, а остальные погибнут. Многие из них избавились от своего имущества, чтобы насладиться последними днями жизни на Земле или провести их в молитвах, не отвлекаясь на суету. Накануне этой даты часть верующих собралась у миссис Китч дома, остальные, не особенно верящие в предсказания, не пришли. Конец света, понятно, не наступил, но это ни в чем не убедило секту. У ее головы было видение, мир спасен благодаря их молитвам. И люди, распродавшие все, еще крепче уверились в правоте своей руководительницы, стремясь зазвать в свои ряды как можно больше людей. Другой пример – эксперимент в Стэнфордском университете, в ходе которого студентам предлагали пройти вступительные испытания, чтобы попасть в дискуссионную группу. Группа должна была обсуждать психологию секса, поэтому в качестве испытаний студентам предлагали в одном случае читать вслух отрывки эротических романов, что страшно их смущало. А другим нужно было просто читать термины из словаря, что было гораздо легче. После этого им прокрутили запись дискуссии, которую нарочно сделали скучной и бессодержательной. Группа студентов, которым пришлось краснее читать вслух отрывки романов, восприняла дискуссию как вполне интересную, а ее участников назвала компетентными и подготовленными. Их восприятие было искаженным в позитивном направлении. Не зря же они, умные люди, так мучились. Студенты, прошедшие облегченные испытания, оценили ее более объективно, назвав скучной и раздражающей. Между тем, все слушали одну и ту же запись. Идея номер четыре. Человек воспринимает информацию сквозь призму своих убеждений, даже если они далеки от реальности. Сама по себе информация нейтральна, это наше представление придают ей ту или иную окраску. Все, что им соответствует, мы считаем правильным и ценным, а факты, которые расходятся с нашими взглядами, относим к недостоверным или не стоящим внимания. Любые доказательства будут отметаться ради ошибочных представлений, с которыми мы не в силах расстаться. Это так называемая ошибка подтверждения. Если предпочтения касаются политики, то, к примеру, любое поведение кандидатов в президенты будет восприниматься его сторонниками, как доказательство его прекрасных качеств, даже если он признается в мошенничестве или любых других смертных грехах. В этом случае поклонники оценят его откровенность. Если он будет участвовать в дебатах с противником, его сочтут победителем, независимо от реального результата. Нейрофизиологические исследования показали, что человеку очень сложно изменить свое мнение, если он уже придерживается определенных взглядов или принял решение. В другом эксперименте, описанном авторами, сторонникам и противникам смертной казни дали две научные статьи на эту тему. В одной были аргументы за, в другой – против смертной казни. Предполагалось, что это поможет антагонистам увидеть картину в целом и таким образом стать менее категоричными. Ничего подобного не произошло. Каждый отыскал в статьях те доводы и факты, которые отвечали его убеждениям, а все остальное объявил глупым и несущественным. Идея номер пять. Самообман вдвойне опасен, если от правды зависит чья-то жизнь. Иногда самообман и самооправдание достаточно безобидны. Люди не так остро переживают мелкие неприятности, не испытывают чувства вины по каждому мелкому поводу, не раздумывают ежеминутно, правильно ли они поступили в том или ином случае. Авторы предупреждают об опасности именно бездумных, автоматических самооправданий, когда человек считает себя правым по умолчанию. Такой человек искаженно воспринимает реальность, не желает отвечать за свои поступки, признавать и исправлять ошибки. Особенно страшно, когда от таких людей зависит чья-то жизнь, а система, в которой они работают, готова оправдать почти все их действия. В качестве примера авторы приводят многочисленные врачебные ошибки, ошибки суда и следствия, за которые так никто и не ответил. Такой вид самооправданий он называет профессиональным высокомерием, которое мешает увидеть правду. Во время следствия, по словам большинства детективов, они заранее, еще до изучения улик, решают, виновен человек или нет, и все доказательства интерпретируют с этой позиции или просто фальсифицируют их, не видя в этом ничего плохого. При этом они то и дело повторяют, что невиновных не допрашивают, невиновные к нам не попадают и свято в это верят. Эту веру разделяют и судьи, поэтому так часто выносятся ошибочные решения. Это показало использование экспертизы ДНК, когда заново были исследованы многие судебные дела. И многие следователи, вместо того, чтобы признаться в ошибках и быть объективнее, стали придумывать, как обойти использование на суде результаты экспертизы ДНК как улики. Одно время среди психологов была модной теория вытесненных воспоминаний, когда человек якобы забывал о каком-то травмирующем опыте детства. При помощи гипноза его погружали в прошлое и пытались заставить вспомнить. Считалось, что после этого он станет здоровее душевно и физически. Вместо этого по всей Америке прокатилась волна обвинения родителей в растлении, убийствах, черной магии и тому подобном. На самом деле теория была ложной, не подкрепленной ни экспериментами, ни статистикой. Когда все это выяснилось, многие родители уже сидели в тюрьме или навсегда разорвали отношения с детьми. И только один психолог, практикующий этот метод, нашла в себе силы публично извиниться. Остальные, преисполнившись профессионального высокомерия, не сочли нужным объясняться с профанами. Идея номер шесть. Самооправдания разрушают брак, супруги не слышат и не понимают друг друга. Сначала все идет прекрасно, люди встречаются, влюбляются, женятся. Потом начинаются неизбежные разногласия. Если со временем не научиться сглаживать шероховатости, разногласия будут перерастать в конфликты. Каждый считает себя правым и не слушает противоположную сторону. В хорошем браке пара решает проблемы или обсуждает их. В несчастном браке супруги погрязают в бесконечных ссорах и обвинениях. Иногда брак действительно неудачен, но благодаря работе диссонанса страдающий супруг закрывает на это глаза, ведь столько времени потрачено, столько сил вложено, не может быть, чтобы напрасно. По мнению авторов, достаточно в разговоре подчеркивать хорошие стороны супруга и не заострять внимание на негативе, при условии, что это делают оба. Идея номер семь. С самооправданиями можно и нужно бороться. Когнитивному диссонансу подвержены все, даже те, кто знает о его существовании. Главное – стараться быть объективными. Если нужно принять решение, для начала следует изучить все объективные данные, а не спрашивать тех, кто уже поступил аналогичным образом. К примеру, о покупке дорогой машины не надо спрашивать того, кто уже ее купил. Он будет уговаривать сделать то же самое. Врачам при выборе метода или постановке диагноза нужно опираться на результаты исследований как исследователям, на улики, а не на свои субъективные ощущения. Для того, чтобы избежать искажений восприятия, в последнее время принято записывать допросы на видео, чтобы независимый эксперт мог непредвзято о них судить. Привычка к самооправданию порождает аморальные поступки, которые воспринимаются как нормальные, поэтому нужно научиться объективно их анализировать. Когда человек поймет, как работает механизм когнитивного диссонанса, он научится бороться с ним. Заключительные комментарии. Книга получила много положительных отзывов критиков и читателей. Написанная без профессионального высокомерия, остроумная, легкая, при этом полная глубоких мыслей и полезная каждому, кто не боится взглянуть на себя со стороны. Достоинства. На многочисленных примерах читатель видит, как могут быть коварны самооправдания и как легко попасть в ловушку самообмана. Книга учит объективно смотреть на мир и на себя. Она помогает принимать взвешенные решения, основанные на фактах и здравом смысле, а не вызванные эмоциями или предубеждением. Недостатки. Единственный недостаток этой книги в том, что ее вряд ли прочтут люди, которым необходимо ее прочесть. Тот, кто не сомневается в своей правоте, кто уверен в собственной непогрешимости, не станет читать книгу, которая поставит его представление под сомнение. Спасибо всем, кто дослушал до конца. Книга озвучена каналом Financial God. Если понравилось, не забудь оценить и подписаться на канал. Полную версию этой книги можно приобрести по ссылке в описании. Субтитры создавал DimaTorzok